У всех на памяти жуткие случаи травли собак в Петербурге. Есть такие случаи и в Ленобласти. О том, каково живется братьям нашим меньшим в Ленобласти, мы и поговорим сегодня. Гости в студии. Михаил Сиваков, директор кинологического клуба «Авеста». Директор благотворительной организации помощи бездомным животным «Верность» Татьяна Титова. Кира Никитина, учредитель приютов бездомных животных. И Петр Сиповский, ветеринар, директор ветеринарной клиники «Евровед». Первый вопрос к вам. Михаил, скажите, пожалуйста, что вы знаете об этих случаях и как вы к ним относитесь? Что, собственно, происходит? Кто травит собак? Почему травит собак? Мне кажется, это просто гнилость нашего нынешнего общества. Вот из-за этого и все происходит в нашем городе, в замечательном области. В основном это все происходит в городе, понимаете, садисты, наркоманы всякие и прочие гопота. Они были всегда. Но единственное, что удивляет, это то, что совершенно никак не реагируют органы милиции, правоохранительные органы вообще в городе. Учитывая то, что были жалобы неоднократные, ведь ни один человек не был найден до сих пор и не наказан никак. Но вот я прочитала, что по словам полиции, мол, никто не выдавал никаких заявлений. Так ли это? Я думаю, что это вряд ли. Потому что были публикации и в прессе, и на телевидении. Были возмущения граждан. Я думаю, что наверняка подавали. Знаю случай, как года два назад, около Морозовки, находили трупы собак, просто выброшенные были собаки в количестве где-то 20-25 голов. И это было все просто-напросто найдено, было случайно в лесу. Как правило, убоим собак, убоим еще собак, занимается непосредственно администрация района или муниципального образования. Называются просто, это не ветослужбы занимаются местные. Это, как правило, этим занимается администрация, которая вызывает неизвестно кого, неизвестно откуда. Эти случаи вообще не контролируются. Это происходит, как правило, стихийно. То есть, ну это касается собак бездомных, видимо, да? А те случаи, которые касаются разбрасывания отравы во вполне благополучных, строго говоря, районах, вот, например, в центре Петербурга, Татьяна, вы сталкивались с этим? У вас же собаки есть, да? У меня есть собаки, и лично я с этим не сталкивалась, но то, что я слышала случаи, мне кажется, что всё-таки надо нам, собаковладельцам, вести себя более корректно по отношению к соседям. Если все наши собаки будут гулять на поводках и в намордниках, и не будут гадить соседям на голову, соседи не пойдут травить собак. А вы считаете, что собачники сами провоцируют? Провоцируют, многие провоцируют. И даже если один такой есть неграмотный, халатный, я не знаю, как можно более корректно назвать этого собаковладельца, то из-за него будут страдать все остальные. Если мы сами, собачники, будем воспитывать своих соседей, собаковладельцев, с кем мы гуляем вместе, чтобы они убирали за собаками экскременты, чтобы ходили на поводке, в наморднике, я думаю, что этих случаев будет меньше. Ну а вообще, как на ваш взгляд, меняется ситуация в этом смысле к лучшему? Меняется. Мне кажется тоже, что она меняется. Меняется. Мне кажется, появились люди на улицах, которые ходят с пакетиками и цивилизованными. Я живу в центре на Петроградской, и у нас очень много собачников ходят с пакетиками. Но, с одной стороны, я с вами, безусловно, соглашусь. Но, с другой стороны, все-таки, мне кажется, те люди, которые разбрасывали отраву в парках и садах, это вряд ли соседи. Это те люди, которые против того, чтобы в этих парках гуляли собаки. Но если в этом парке собака гуляет на поводке и в наморднике, то она не в состоянии подобрать эту отраву. Хорошо. Кира, скажите, пожалуйста, вы как думаете? Вы согласны с Татьяной, что это вот таким вот образом можно решить? Что это только реакция на нерадивость собак и владельцев? Да, конечно. В общем-то, я соглашусь с Таней. То есть, все очень правильно и хорошо. Но, на самом деле, это просто некое противопоставление сегодняшнее. Людей, которые любят животных, и людей, которых не любят. Это кому-то интересно, поэтому это, соответственно, будируется без конца в прессе. Может быть, это каким-то образом привязано и к политической ситуации, я не знаю. Потому что это было всегда, собственно говоря. Тане повезло. Да, у меня в районе, я с этим пакетиком должна пройти километра 3,5, чтобы найти, куда его выкинуть. Да, потому что урены все были убраны. Там борьба была с туристическими актами. Проблема в том, что никто не имеет, ни один гражданин вообще города, области не имеет права убивать животное. Да, кто дал ему такое право, собственно говоря. Да, кто для себя его определил. Да, сегодня вы убиваете собачку, завтра вы операцию проводите по бабушке, которая там, может быть, шумно живет наверху. Понимаете, что из постановка вопроса. Нужна определенная законодательная база, да, и должны, соответственно, все эти мероприятия проводиться в связи с законом. Коль мы уже с вами говорим о том, что мы гражданское общество, да. А потом тоже собачники, это очень хорошо, давайте введем налог, давайте создадим условия для выгула животных, да. Потому что так у вас, кто в области, возможно, они как-то решают свои проблемы этим, да. На территории города это крайне тяжело, да, тем более в центрах. Но тоже и в районных центрах надо полагать, это проблема никуда не идет. Да нет, наверное, но опять же, это вопрос, понимаете, безнадзорных животных, это вопрос регистрации животных как такового, да, вопрос того, кто будет нести ответственность за это животное. То есть, опять же, нет регулирования этих отношений, да. То есть, владельцы, безусловно, должны нести ответственность за свое животное. Но животное появилось на улице не внезапно, да, оно не соткалось из воздуха. То есть, собственно, этому поспособствовали тоже мы все, да. То есть, самовыгулами, какими-то там другими мероприятиями, там, позволяем своим кобелям делать все, что угодно и где угодно, да. Ну, вот, поэтому, соответственно, происходит рост поголовья. И, безусловно, конечно, для того, чтобы решить этот вопрос, да, нужен, я говорю, комплекс мероприятий. Законодательство в этом берет. Бесконтрольный рост поголовья. Да, несомненно, да, несомненно. Потому что, когда бабушка содержит у себя 50 чихуа, допустим, или 20 йорков, понимаете, и просто я езжу, актирую, пометы, и я вижу, кто именно этим занимается. Потому что, вот, родились собаки-щенки, они уже прикинули, сколько они продадут, и на что они это потратят, понимаете, в чем дело. Я понимаю, пенсия у нас маленькая, но это не значит, что пенсионер, понимаете, человек, который вообще не соображает ни в разведении, ни в кинологии, ни в генетике, ни в чем, он будет продавать собак по 5 тысяч рублей, да, учитывая, что у него пенсия 8. Ну и прикиньте, нет, ну, прибыльно не прибыльно. Во-первых, я уж не говорю про то, что такие люди просто-напросто создают нездоровую конкуренцию, понимаете, именно племенным собакам, племенным животным. Плюс, вот эта легко доставшаяся собака за 3 копейки, да, она также лихо в 3 секунды может оказаться на той же улице. Вот и все. И, конечно, культура поведения, культура поведения собаководов желают, правильно, лучшего. Я бы сказал, что нет, в данной культуре, потому что в чем ощущается сейчас основная проблема, законы есть, пожалуйста, законодательные акты, что каждый владелец животного должен содержать животное, соответственно, ухаживать за ним, оно должно быть зарегистрировано, привито, должен быть заведен паспорт. Но если, скажем, это раньше, помните, еще когда были там ДСАФ, еще у моего дедушки была собака, да, запрещалось вообще заводить собаку служебную, если в доме, например, не было мужчины. Обязательно было прививки от бешенства, да, то есть вплоть до того, что милиционеры даже проверяли, то есть спрашивали документы на животное и так далее. Все животные были зарегистрированы. Сейчас никто этого не отменял, но, тем не менее, абсолютно бесконтрольные, то есть я, поскольку в клинике стараемся постоянно, то есть люди приходят, они даже не знают, что надо прививать животное. То есть им, скажем, как уже раньше сказали, там, недобросовестные заводчики, например, да, они скрывают от них некоторые моменты, например, те же бойцовые животные, да, они не договаривают много вещей, то есть при правильном содержании это отличная собака, но люди не умеют их содержать, и чаще всего оказывается такая проблема, что, ну, просто хозяин животного, он некомпетентен вообще ни в содержании, ни в разведении, вообще ни в чем. То, что касаемо отравы, здесь я могу сказать, что, ну, я сталкиваюсь постоянно с такой проблемой, то есть поскольку обращаются и в службу, в которую мы уезжаем на дом, да, и в клинику, соответственно, с данной проблемой. Здесь существует два момента, из-за чего это происходит. Первое, это местные ТСЖ, ну, уже все это уже известно, там, вплоть до всех этих самых. Теперь, как это контролировать? Это невозможно контролировать, потому что они проводят эту акцию по борьбе с гератизацией, якобы они травят крыс. На самом деле, ну, понятно, что разбросать около дома или в парке чуть-чуть, там, 5 метров от дома, никто, понятно, этого не заметит, животные от этого погибают. Обычно происходит каким образом? То есть начальник, там, или председатель ТСЖ, там, есть какие-то жалобы, или что смотрят, много развилось собак. Он дает установку, там, тому же дворнику, да, который, ну, ему все равно, то есть, грубо говоря, что делать. Ну, вот сказать, надо провести гератизацию. Он разбрасывает это мясо отравленное, ну, и, соответственно, дальше все понятно. И самое главное, можно это делать и нужно для гератизации, но нет информации. То есть, жильцов, владельцев животных не оповещают о том, что будет проводиться какое-то мероприятие. По поводу области тоже часто сталкивался с такой проблемой, соответственно, когда вызывает, ну, бывает, что и службы, там, якобы все грешат, там, на СЭС, еще на кого-то, что это они проводят. Ну, зачастую, чаще всего он сказал, что это не так. В основном это какие-то местные, какие-то местные, такое самоуправство, и непосредственно вот люди, которые разбрасывают различные варианты. Вот я лично встречал, это яд, это разбрасанные иголки в мясе, но вот какие-то бабушки совершенно неадекватные, которые просто вот считают, что животных там не должно быть, как бездомных, так и домашних. Татьяна, а вам как-то удается избежать этой гератизации зверской? Мне как владельцу приюта или как владельцу своих собственных собак? Как владельцу собственных собак. Да, они ходят в намордники. Да. То есть, только таким образом. Вот вы говорили, что дворники вас оповещают о вот этой вот самой процедуре. У меня отличное отношение с дворниками и соседями, и если дворники проводят гератизацию, они меня лично, меня лично, я не знаю, как остальных, предупреждают, что сегодня мы там вот, там травили, поэтому туда не ходите. Ну, это хорошо, это вот вас лично, а со всеми остальными, соответственно, вдруг нет таких, не сложились отношения? Если я кого-то встречаю, я им это передаю. Но, как правило, у наших дворников с нашими собачниками отношения хорошие, потому что мы в основной своей массе, по крайней мере, кого я знаю, во-первых, ходим на поводках и в намордниках, во-вторых, убираем за собой и за своими собаками. Нет, это, конечно, замечательно, но все-таки должен быть какой-то же и порядок в этом вопросе. Михаил, как вы считаете, как можно это, как-то это же следует каким-то образом стандартизировать, этот подход, даже если необходимо, действительно, это диротизация? Намордник до конца, я вам могу сказать, что намордник, он спасает процентов на 80, но до конца животное все равно через намордник может полизать. Тут в зависимости от того, как так называемый показатель ЛД, летальная доза, которая используется в данном химикате, который для травли животных. Если она достаточно небольшая, то просто полизать недостаточно. Второе, опять же, зависит от массы животного. Соответственно, если у вас гуляет овчарка, средний азиат, то ему полизать какой-то, скажем, не сильно токсичный препарат, ничего страшного не будет. Если гуляет маленькая собачка, как сейчас большинство животных заводит, ему достаточно, я могу сказать, что просто один раз полизать через намордник, они могут языком полизать. Этого хватит для того, чтобы животное, собственно, погибло. Поэтому это до конца тоже не решает вопрос. Но в большинстве, конечно, вопрос в процентном соотношении, конечно, это лучше. Мы до конца решить не можем этот вопрос никак. До конца решить мы не можем проблему с убийствами людей. А вот сейчас «Дог Хантер» появилось движение, например. Кто-нибудь слышал? Да, вот мы слышим, собственно говоря. Более того, мы пытались их вызвать на подобный эфир в свое время. На стол, правда, на канале. И что же? Нет, там все отказались. Но вот, причем, соответственно, они пытались отписаться, в плане того, чтобы сказать, что они делают хорошее дело, они помогают. Ну, то есть не очень понятно, кому, правда. Санитар или санитар? Это как-то, как-то не кинособака. Да. А где вы нашли их, Кира? Где вы с ними пересекаете? Да, безусловно. Поскольку мы с Татьяной являемся членами Международной ассоциации «Семь свободы», в нашей ассоциации «Семь приют» в городе Санкт-Петербурга и частичной области. И, безусловно, нам на почту приходят различные письма, причем приходят с фотографиями. Мы пытаемся инициировать какие-то там расследования. Но все, проблема в том, что очень сложно доказать, что вся вот эта серия фоток, да, от живого животного до трупа и отрезанной головы, это, соответственно, было произведено именно в один момент этим конкретным человеком. А люди, если бы шли до конца, который нам присылают, да, и писали, кто-то же фотографировал это, да, и писали бы каким-то образом, и были бы заявления, так же, собственно, как и с диротизацией. Да, есть ответственность административная, да, за то, что это СССР или кто-то не вывесил объявление. Диротизации такого-то числа в таком случае очень просто, да. Но, опять же, мы не идем, да, мы не просим у них этого, и мы не привлекаем их к ответственности. Просто за... У нас очень много, Татьяна, не знаю, у тебя как, у нас 80% собак с пневматикой. Все собаки, поступившие с улицы с автотравмами, не знаю, как у вас, у всех пневматика. Делаешь рентгеновские снимки, ее увидишь. То есть собаку вынесла на дорогу под транспорт, выстреленная, соответственно, на это маленькая пулька, да, которая не изымается, собственно говоря, поскольку она бегает. Правильно я понимаю, да? Ну, в общем, да. Вот, понимаете, то есть это уже ответственности никакой, поскольку это не нарезное оружие, да, и, собственно говоря, его может приобрести там любой желающий практически. Ну, с ответственностью есть еще и другие проблемы. Насколько я знаю, вот в Сертоволе, предположим, была тоже массовая травля собак, и люди подавали заявления, но никто их не принял. А этого не может быть. Нет, здесь есть судебная практика, понимаете, есть такое понятие, что... Ну, почему? У нас служи рядом отказываются принимать заявления даже в других случаях. Ну, знаете, я просто перенесла, просто я хочу сказать, что мы очень часто обращаемся, да, есть еще повторное обращение в РУД, есть повторное обращение в прокуратуру, есть официальные отписки, и есть, собственно говоря, действительно дальнейший путь. Да, нам статью о жестоком обращении не удалось за эти 10 лет инициировать ни разу, да, хотя бы, потому что, да, все там стечения обстоятельств, наличие детей, там, да, телевидение, РТР было, все, но ничего не получилось. Ну, это сложно, да, действительно. Ну, вот, но провести неоднократные разборы по месту, люди, в принципе, знают же, масса, все знают своего соседей. И Сертоволе — это достаточно небольшой поселок. Я хочу сказать, что Сертоволе, проспект культуры, еще есть пару точек в городе Санкт-Петербурге, от которых увеченные собаки приходят регулярно. То есть, это говорит о том, что либо там надо как-то на местном уровне вести какую-то работу с населениями. Я не знаю, чем это вызвано, потому что Сертоволе, там, город бывших военных, я не знаю, у них какая-то потребность браться за оружие, да, и таким образом решать свои вопросы. Ну, мне очень сложно рассуждать на эту тему, да. Ну, вот, серьезно, вот по приютам, вот, за эти 10, 11 лет мы работаем, да, вот, за 11 лет есть карта, вот, четко с этих мест поступают увеченные животные. Эти 245-ю статью никто еще не отменял, ну, вот, но, что она не работает, это абсолютно точно. То есть, ну, постоянно, то есть, тоже есть обращения, причем конкретно там соседи из травматики стреляют, то есть, вот, там, зашивали не раз там глаза, там, среднеазиатам и кавказским овчаркам, ну, вот, причем животное находилось на своей территории, ну, вот, то есть, доказать, и люди достаточно обеспеченные, все равно доказать что-то, ну, чтобы дело пошло, то есть, люди, понимаете, не чувствуют ответственности. Если за границей, там, не дай бог, животное, кто-то там поднимет, там, руку и так далее, сразу тебе нормальный штраф, привлечение, причем сразу же это привлекается, свидетель, это у нас этого, то есть, есть фото, видео, там, все. У нас вопрос решается, в основном, там, если уже сами люди, хозяева могут, шум поднимают, еще что-то, как-то это приостанавливается. Но на юридическом, таком, скажем так, вопросе это не решается никак. То есть, человек, я вот сколько общался, да, ну, вот, он понимает только какие-то слова силы, то есть, когда ему угрожают, как бы, и говорят, что ты совершаешь противоправные действия, да, то есть, это уголовная статья, пожалуйста, то есть, не уголовная, административная, да, получается, что жестокое обращение животными, ну, вот, то есть, люди не воспринимают это никак, они не оценивают это всерьез. То есть, ну, и что, вот, ему там нравится как-то так? Ну, это вопрос нашего общества, понимаете, у нас в человеческой жизни ничего не стоит, понимаете, вообще, в принципе, на сегодняшний день, не то, что вопрос собак, да, какой-то там режим. Ну, хотя бы за человеческой жизнь можно привлечь. Да, можно привлечь, здесь, конечно, к животным. Но тут именно ситуация в том, что, ну, а сколько было случаев, когда пожилые люди выгуливали своих собак, и, собственно говоря, были травмированы тоже, да, то есть, их избивали, и, собственно говоря, ничем это все не закончилось. Вот у нас была такая дивная история, у нас пять собак жило в приюте в течение шести месяцев, пока их владелица лечила себе ногу. Это было, собственно говоря, в Колпино. И ничем-то не закончилось, там была очень бурная перебиска, я могу себе это представить, когда представитель муниципального образования просто посоветовала съехать, потому что она инициирует там, в этом их муниципальном образовании бесконечные скандалы. Это, в принципе, группа людей, которые травила. Как можно все-таки двигаться в сторону цивилизации в этом смысле? Закон должен быть. Можно и нужно, но должен быть. А там есть соблюдение, соблюдение, что это выполнение. Механизм, у нас нет закона. Орган, контролирующий это, понимаете? Вот как вот в Татрах, допустим, да? Левия приезжает по светку, по звонку, вывозит животных, понимаете, подают сами же в суд, они же. Вот только так. Но у них есть свои определенные полномочия на это, безусловно. Конечно, разумеется. А кто нас участвует? И самое главное, что деньги есть на это у государства. У нас можно привлечь по статье о жестоком обращении с животным, только если оно либо умерщвлено на глазах у ребенка, либо у него отсутствует некая часть тела или орган. Если она просто избита, не кормлена, не поена, в истощенном состоянии, его просто избили палками на глазах у ребенка, привлечь за это невозможно. Вообще никак невозможно. Я видела, кстати говоря, в каком-то телевизионном сюжете, я видела, как раз как осудили парня, который избивал на глазах у соседа котенка, и его осудили. Но за что же его тогда осудили? Если нанесены увечья котенку, либо несовместимые с жизнью, либо у него там разорван орган, если он лишился какого-либо органа. У него есть очень сильный. Нет, там не лишился, показывали эту кошечку, она ничего не лишилась, и это не было на глазах у детей. И тем не менее, каким-то образом добились. Скажем, исключение исправить. Это исключение исправил, которое, к сожалению, вряд ли. Потому что случаев гораздо больше. Я могу сказать, что по опыту, я ни одного случая не знаю, больше 10 лет работаю, да, ветеринарным врачом, и сам столько встречал. Вплоть до того, что я лично писал, то есть, по моему, то есть, заключение, заключение ветеринарное по поводу того, что какая была проведена операция, вследствие чего животное пострадало. То есть, я потом звонил и спрашивал, ничем это не кончилось. То есть, все как-то просмотрели, все жалобы, ну, соответственно, дальше никуда это не пошло. Ну, то есть, если такой случай был, ну, я говорю, это исключение исправил, но вот, которое нельзя расценивать, что вот все-таки работает закон, не работает он. То есть, как мы это должны понимать? Вероятно так, что милиционерам, то бишь, полицейским, и без этого хватает дел. Так, наверное, к этому они относятся? Они должны заниматься, это их непосредственно, я считаю, что вот милиция, это непосредственно их, они контролирующие орган правопорядка, понимаете? Животные, соответственно, неправильно содержащиеся, то есть, и, ну, тут можно разные дикие животные, домашние животные, это они должны контролировать. Я говорю, что раньше в СССР милиционер подходил и спрашивал, у вас животные, там документы имеются на животное? То есть, не в плане того, что нужно с собой носить, да? Но, по крайней мере, он всегда это мог проверить. Жетончики были. Да, были же жетончики, да-да-да. Есть статистика. А сейчас такого нету. Да, Татьяна, есть статистика, 80% людей, нарушивших закон в отношении человека, это бывшие садисты животных. 80% это то, что известно и доказано. Остальные 20, видимо, скрывались. То есть, строго говоря, можно было бы хотя бы об этом подумать, что если человек издевается на животных, он перейдет к людям. Да, если человек издевается на животных, он рано или поздно перейдет к людям. Ну, конечно, он перешагнул уже черту для себя. Хорошо. Вот, Татьяна, вы как считаете, должен быть какой-то еще дополнительный специальный орган, который будет следить за соблюдением законодательства в этой области? Или все-таки это должна быть полиция? Должен быть, во-первых, закон грамотный, который уберет пробел между убийством и издевательством. Потому что сейчас у нас дырка в законе, по которой нельзя привлечь за неправильный уход за животным. Если хозяин не кормит, не поет и не ухаживает, его юридически привлечь очень сложно, практически невозможно. Гражданский кодекс Российской Федерации запрещает жестокое обращение с животными, противоречащее принципам гуманности. Согласно статье Уголовного кодекса, является преступлением жестокое обращение с животными, повлише гибель или увещи, если это деяние совершено из хулиганских побуждений или из корыстных, с применением садистских методов или в присутствии малолетних. То есть, строго говоря, все-таки включено сюда все. И не только обязательно садисты. Нет, вы немножко неправильно понимаете. Есть понятие судебная практика. У вас есть как закон, есть понятие по судебной практике. Как часто происходит как раз осуждение по данной статье и так далее. Если вы поднимете судебную практику, у меня нет таких данных, я уверен, что она здесь, в общем-то, не работает. То есть, опять же, нет большого количества. Знаете, что такое судебная практика получается? Это по данной статье, по данной проблеме, сколько случаев и какие принимаются решения. То есть, по каким, где-то кого-то оправдывают, кого-то там осуждают и так далее. Но вот, провести статистику по данной статье, я уверен, что, ну, вряд ли там единичные случаи, когда людей осуждают. И поэтому, соответственно, никто не занимается тем, чтобы этот закон вошел в какую-то нормальную практику, чтобы можно было применять его непосредственно к людям, которые жестоко обращаются с животными. — Кира, как вы считаете, от кого должна исходить вот эта вот воля? От кого должна исходить эта инициатива, чтобы этот закон таки работал? — Ну, я вообще не знаю никаких по этому поводу, потому что инициатива может исходить только с двух, либо сверху, либо снизу, да, я так понимаю. — Снизу мы, со своей стороны, делаем максимально, да, мы пишем письма и обращений очень много. И наша ассоциация обращается практически ко всем муниципальным образованиям города и поселениям области, по-моему, так это сейчас называется, да. Вот, мы отсюда, отсовсюду получаем, в общем, радужные ответы, что у них все хорошо, все у них, как бы, и с собаками безнадзорными хорошо, вот, и проблем у них никаких нет. Поэтому им не надо это, поэтому, как бы, каким образом еще это сделать, очень сложно. Сверху-то точно никому не нужно абсолютно, потому что, понимаете, получается, безнадзорные животные — это вещь, которую потеряли, но никто не нашли. Кто является собственником безнадзорных животных на улице? Понимаете, вот сейчас вот у нас бюро находок, да, если я не ошибаюсь, объявили, да, в милиции? Мне просто интересно, животное как имущество является этим находком? Куда они к нам с тобой пойдут? — Да. — То есть, где они будут содержаться вот в то время, за которое государство обязано найти его владельца, который потерял? И кто будет компенсировать приютом содержание этого животного, да? — В течение полугода. — Да, если это вообще не двух лет, да, для начала? Вот, то есть, это очень большой вопрос. Кто? Как это вообще все механизмы будет? Если, соответственно, безнадзорные животные принадлежат городу чудесно или области, да, господин Сурдякова, правительство, да, он несет, соответственно, запокусы безнадзорных животных. Да, то есть, и вот все, собственно говоря, из этого вытекает, понимаете? — Действительно, мне кажется, проблема заключается в том, что у нас сейчас начинают вводить, но до конца еще не ввели. Это, ну, вопрос, я хочу пойти по поводу чипирования животных. — Да, совершенно верно. — Опять же, потому что если у нас, то есть, одно время что-то подняли, но не ввели обязательно. Я считаю, что это обязательная мера, потому что это как раз можно найти конкретного хозяина, да, по конкретному животному, соответственно, если, и тогда уже это будет проще привлекать, ну, скажем, проблему, там, бездомных, брошенных бездомных животных. Если у него есть, там, чип, да, вы можете сюда определить владельца, соответственно, либо, ну, то есть, передать его животного, потом найти, либо, чтобы он нес ответственность, если животное стало, там, в стае агрессивное, кидается и так далее. То есть, вот это одно из первых правил, я считаю, что мы разнимем. — А как это можно делать в обязательном порядке? — Обязательная регистрация, обязательно регистрация и обязательно чипирование законодательно. — Вести на уровень Российской Федерации, потому что все письма, которые мы пишем сейчас в правительстве СПБ, да, натыкаются на то, что это несоответствие закону Российской Федерации. Когда будет внесено, тогда все будут. — Ну, вот смотрите, ну, перейдет регистрация, да, животное приносит в ветеринарную клинику. Сейчас обязательная регистрация, да, ну, вот, и вакцинация, там, скажем, ну, на сегодняшний момент от бешенства обязательно. Но я считаю, что надо, не только бешенство является зоантропонозным заболеванием, есть ряд других заболеваний не менее опасных для человека. На этом же уровне нужно вводить, соответственно, чипирование животных. То есть, например, то есть приносит, каждая клиника ветеринарная, частная, государственная, неважно, она обязана, помимо того, что она регистрирует животное, да, вносит в базу, еще и чипировать. Чипирование, опять же, это вносится в международную базу. То есть, вы всегда можете в любом конце там света зайти в интернет и проверить, кому принадлежит данное животное. То есть, вы сканером считываете информацию, да, и, скажем, уже часть проблемы, мне кажется, ну, этим решится, то есть, каким-то образом. Это не будет действовать, это может только распространиться на людей, которые действительно содержат собак в клубах, понимаете, которые действительно берут справки непосредственно на какие-то мероприятия, на выезды какие-то. А общая масса, общая масса, так... Значит, должны быть штрафы за это. Да, штрафы. Ну, это вот мы возвращаемся опять к тому же самому вопросу. Вот о чем мы с вами говорим? Что штрафы должны быть не зарегистрированы, вот, поголовье будет. Все очень просто. Значит, должна быть отдельная ветеринарная полиция. Правильно. А что, а что... А отдельная ветеринарная полиция, которая будет содержаться на те налоги, которые будут платить. Понимаете, а говорить мы можем сколько угодно, но пока не будем заработать именно целенаправленно на это дело. Проверка, проверка. Должны быть большие налоги на нестерилизованных животных, не имеющих породной ценности. Участковый должен знать, по большому счету, обойти всех и знать, где кто живет, сколько собак живет, сколько кошек живет. Пускай он ошибется минус там на 20 процентов, ради бога, но чтобы он знал. Но его должен кто-то обязать это делать, правильно? И все нестерилизованные животные должны платить налоги, за исключением тех, кто представляет породную ценность. Наши депутаты придумывают законы. Это будет стимулировать людей ходить на выставки, что простимулирует клубы. Если мы его беспородного кота, я за него должна... Я готова, предположим, платить. Или стерилизовать. Или стерилизовать. Или стерилизовать. А если он сбежит в ваш клуб? Вот стерилизованный и чипированный. По чипу найдем, пожалуйста. По чипу найдем. Да, то есть без проблем. И можно... Стерилизованный и чипированный сбежит, найдется кто-нибудь. Но вот бабушки, которые держат по 10 котов, будут ли они платить? Они психологически... Значит, должна быть бесплатная стерилизация для каких-то... Сколько стоит стерилизация, Кира? 700 рублей. А, нет, нет, нет. Это не кармель, это Саня Северского, на самом деле. Потому что у нас это больше. Стерилизация кошки, ну, кошки или кота, кошки идет от полутора до трех-четырех тысяч, в зависимости от того, как она проводится, делается. Кота от 700 рублей, ну, до двух тысяч, насколько я знаю. Это средние такие цены по городу и области примерно, получается. Ну, вот. Вопрос здесь бесплатной стерилизации, видите, это не, как бы, мне кажется, не решает проблему. Мне кажется, что стерилизация должна быть платная, но вот для, скажем, бездомных каких-то животных... Для бабушек. Да. Ну, неважно, скажем так, я бы назвал так, это социальные слои населения там необеспеченные. Для них, я считаю, что должны быть какие-то государственные дотации в этом плане. Ну, вот, что они должны предоставлять в связи с такой, как бы, ситуацией. Потому что, если делать бесплатную, то есть, ну, вы, грубо говоря, будете ветеринарную, как сказать, индустрию гробить. То есть, у вас в дальнейшем, ну, понятно, что это... Мы не гробим их в ветеринарную индустрию. Это задача государства, прежде всего, уменьшить поголовье ненужных животных. Ну, я думаю, что государство должно подойти. Животных надо сокращать путем стерилизации. Чтобы не было вязочек для здоровья. Ой, у тебя мальчик, у меня девочка, давай-ка их пожили. Культура. Мы опять приходим к культуре. Культура. К культуре. Нету владельцев, соответственно. Ну, этим должно быть озабочено государство, мы им налоги платим. Ну, мы с тобой противоречим своей деятельностью этому просто постулату сегодняшнему напрочь, понимаешь? Мы возвращаемся к тому, что вопрос безнадзорных животных, это вопрос общественной организации, да? И, соответственно, если уж приютами начали заниматься граждане, то говорится о том, что государство сейчас впишется в том, что будет регулировать численности рождаемых животных. Ну, то есть, это не... Кира, кто вас финансирует? Юридические лица и граждане города Санкт-Петербурга в области и за границей. То есть, это все сугубо благотворительность? Это безусловно. То есть, никак... Нет, у нас есть, нет, я просто сейчас скажу, наверное, это очень интересный момент, почему все об этом говорят. Я тоже скажу, есть субсидия на коммунальные услуги, она касается только Большого Смоленского, вот, непосредственно. Да, субсидии есть, 800 тысяч нам уделяют на коммунальные услуги. Но сначала эти деньги надо найти и заплатить, а потом, соответственно, вам компенсируют. Для общественной организации у нас два приюта, у нас порядка 700 животных. То есть, как вы понимаете, найти 800 очень, да, для нас непросто, прямо скажем. А есть какие-то силы? Так сказать, в верхах. Не хотелось, да, здесь в суе упоминать, но, пожалуй, все, собственно говоря. Конечно, нет. Вопрос можем кереть? Да, конечно. А скажите, пожалуйста, есть ли какой-нибудь еще учет, статистика, да, сколько прибывает из области собак в город? Слушайте, вы знаете, поскольку они прибывают, к сожалению, путем подкидывания под забор, вот, я вам не могу ответить на этот вопрос. Я могу вам только сказать, что по лету, да, когда люди честно говорят о том, что да, это щенки из садоводства, или по осени, когда все отъезжают, что это собаки от садоводства, да, так то есть, а в течение года нет. Потому что, наблюдая за бродящими животными, да, вон, за собаками конкретно, да, я вижу уж, какие-то собаки ходят. Это собаки, как правило, беспородные, ну, то есть, это метисы ходят, да. Ну, метисы, наверное, конечно, да. И я нахожусь во Всеволожске, да, у меня там питомник, вот, и я, это самое, просто живу и вижу, какие там собаки, в принципе, как они там плодятся. В каждом дворе есть собака, сука или там, да, кобель, который перемативает через любой забор, да, и они вяжутся просто. Как правило, эти пометы не уничтожаются, разумеется, да, то есть, они живут, развиваются, сами умирают, и сами потом, вырастая, куда-то уходят. Понимаю, что к нашим метро, вот они там и живут. И вылавливая, мне кажется, вот, части, отлавливая этих собак, которых мы видим у метро, на их место тут же приходят другие. Это же не надо отлавливать без возврата. Нет, ну, значит, надо кастрировать и возвращать назад. Вот, вот, да, программа стерилизации, да, вот, опять же, за это 10 лет, да, то есть, отдельный респект города Санкт-Петербурга, собственно, нашей гуманной концепции, в отличие от области, да. У нас не убивают. То есть, у нас была ситуация забора собаки из Селышко, из Центральной площади, когда я позвонила в администрацию господина Сурдякова, и сказала, что, девушка, мы не в Америке живем вообще, о чем тут, в принципе. Ну, там, конечно же, да. Да, хотя, в общем-то, просто речь шла о том, что даже Селышко, ну, сложно доехать, потому что доехать там до Торфиной дороги в такой момент, да. И там никто о программе стерилизации не слышал и, вероятно, не считают нужным. Я хочу сказать, по Питеру могут сколько угодно, там хать эта программа, но вот по приютам могу сказать одно. Ну, если раньше действительно, пока программа только начинала, да, очень было большое количество щенков, и причем видно было, что это уличные животные. Сейчас в коробках стоят чистые, домашние, неприятно пахнущие собачки, то есть, сто процентов домашние от самого головы. Вот, ну, как бы, да, милые такие, упитанные, то есть, без лысоэтов, без всего. Кира, вы имеете в виду, в коробках это вот то, что... По трею, конечно, нет, нет, нет. То, что подкидывает. То, что подкидывает, да, обычно же, да, приезжает машина, все это аккуратно расставляется, соответственно, да, и уезжает. Причем у нас даже камера стоит на вход, люди даже знают, где они стоят, поэтому они с другой стороны это делают. Хотя сейчас тепло, не страшно, да, когда это минус 25 ночью, это уже, конечно, ну, критично для щенков. Ну, вот, поэтому могу сказать точно, что это просто люди, которые позволяют самому животному гулять, и, соответственно, вот эти... И рожать без здоровья, якобы. Да, ну, почему-то должны заниматься всем этим. Причем люди, меры случаев, то есть, такие, просто из жизни рассказывали вплоть до того, что объяснить невозможно. Там, сука родила, он, в общем, мужчина делал, что брал щенят, да, там, ну, там месяц, там, сколько, и выезжал в Ленобласть в детские лагеря и подбрасывал. Ну, соответственно, понятно, что происходит. Да, ну, говорят, ты не хочешь стерилизовать? Говорят, нет, ей нужно для здоровья. То есть, соответственно, это он так считает. И, ну, соответственно, понимаете, да, что дети играют с щенками там какой-то период. А объяснить владельцам со стороны ветеринаров можно, что это не для здоровья? Это, да, нет, это на самом деле... Какая-то просветительская деятельность со стороны ветеринаров еще должна быть. Значит, то, что касаемо просветительской деятельности, вы сами понимаете, что, опять же, это люди, которые, например, обращаются с ветеринарной помощью, с ними, естественно, проводятся данные, ну, как бы, разъяснительные беседы и объясняют, для чего это нужно. Но большинство народу даже не обращается в ветеринарную клинику с какой-то проблемой. Они считают, что они сами там все знают, умеют и так далее. Мы, опять же, говорим, что нет регистрации, чипирования, люди не прививают животных. Просто хотя бы даже те, кто обращаются, хотя бы им вложить в голову, что стерилизация – это польза для животных. Это обязательно, я считаю, что если животное в воспроизведении не участвует, вы должны стерилизовать свою всех суку, кобеля, то есть кота, кошку. Это обязательное условие. На самом деле, это с точки зрения ветеринарной, все проблемы у животных обычно, ну, вот собаки и кошки начинаются с возраста более 5-6 лет. Соответственно, в первую очередь, это как раз проблемы, связанные с, грубо говоря, половой системой. Ну, вот, что у кошек, что у собак. Поэтому стерилизация – это прямое показание. То есть, скажем так, конечно, на таком большом уровне это не проводится, то есть, как сказать, людям объяснять. Но для этого, ну, мне тут уж трудно сказать. То есть, как-то надо просвещение. Ну, вот давайте, подходя к концу нашего разговора, попробуем, может быть, по очереди я предложу вам сформулировать какие-то меры, которые, на ваш взгляд, могут служить решению этой проблемы. Как среди, собственно, населения, так и решению на более, на законодательном уровне. Татьяна, как вы думаете? Улучшение законодательства, во-первых, и в связи с этим обязательная регистрация и чипирование всех животных, обязательная. Пока мы не будем знать точного поголовья всех животных, мы ничего не сможем сделать. Михаил, как вы думаете? Я считаю, что нужно на федеральном уровне создание кинологической службы, которая непосредственно должна работать с МВД, непосредственно должна контролировать, значит, поголовье. Я говорю, плюс-минус туда-сюда, но чтобы это контролировалось, и на эту службу выдавались деньги, понимаете, в чем дело. Чтобы это не было так, что, а у нас денег нет, я за эту зарплату работать не буду, как скажет, допустим, тот же участковый, да, он скажет, да не пойду я, ну что это? Убийство, понимаете, а у меня тут собаку какую-то, я сейчас пойду разбираться. Вот, поэтому я считаю, что это должен быть, опять же, законодательно утверждено, должно быть финансирование, должна быть государственная служба кинологическая, вот и все. Петр, ваше мнение? Ну, в общем, я тут могу присоединиться, опять же, что, как уже и сам говорил, тоже Татьяна, что регистрация это обязательная, ну вот, и, собственно, скажем так, контролирование. Здесь надо какое-то либо создание структуры, опять же, там, совместно с правоохранительными органами, в них непосредственно, да, и введение, опять же, учета и контроля за животными, то есть, опять же, все это на таком больше законодательном уровне. Ну и, опять же, следующее, это просветительная работа, то есть, соответственно, как-то информацию доносить до владельцев животных, там, настоящих, потенциальных владельцев, будущих, ну вот, что такое животное, как с ним вести, то есть, опять же, разговаривали, что люди пытаются, там, заводчикам главное продать, например, животное, да, они порой там всего там не договаривают, опять же, то есть, какую-то внести за это, ну, там, ответственность и так далее, чтобы все-таки понимали, что они заводят, и чтобы потом не возникало таких проблем никаких. Кира, как вы считаете, что нужно сделать? Ну, я могу добавить только одно, я бы хотела еще, чтобы средства массовой информации, в том числе телевидение, побольше говорили, формировали, точнее, да, позитивные отношения гражданам к безнадзорным животным, да, потому что они все-таки появились по нашей вине, да, они сами по себе, да, И второй момент, все равно, я бы хотела говорить о расширении сети приютов, именно как общественных организаций, а не как городских, для этого нужна заинтересованность властей на местах, потому что административный ресурс для общественных организаций делает очень многое. То есть, это не вопрос финансов, да, это вопрос именно коммуникации каких-то участков, и именно взаимоотношений, опять же, вот, с администрациями, там, с общественными, с газетами, со всеми. Вот, кстати, я знаю, что в эту субботу, 24 декабря, в лофт-проекте «Этажи» состоится мероприятие, в котором будут представлены много, много приютов по раздаче животных. Ну, это ваш вопрос, Таня, ты принимаешь участие? Просто мы, наши приюты категорически не принимают участие в этой программе, потому что... Вы считаете, что это... Понимаете, в чем дело? Для того, чтобы собаку из нашей организации, да, из наших приютов, необходимо прийти, написать предварительную анкету владельца, да, в которой будет описано животное, и, соответственно, ваш возраст, там, размер, пол, и, собственно говоря, ваша занятость, чтобы мы могли с вами понимать, насколько ваше желание соответствует вашим возможностям, да. После этого, соответственно, вы приходите знакомиться с животными, с вами работает кинолог без возмездно, да, и после этого вы уже переселяетесь, да, поэтому сама программа раздачи животного на улице, или там, в лофт-этажах, непринципиально, да, она притворечится. Это не игрушки, понимаете, вот опять же, люди преподносят, это не игрушка, вы не какая-то вещь, которую вы покупаете, то есть, а просто там раздача и так далее. Правильно уже сказали, что люди не воспринимают это, что легко достается, да, то есть вот так, так же быстро и уходит, а когда, тем более, люди просто это раздают, ой, да, давайте поможем, давайте возьмем, а потом люди... А на следующий день, ой, что-то я погорячился. А с ним еще гулять надо, и кормить еще надо, оказывается. Что-то я погорячился. Что в городе, в городе фактически отсутствует дрессировочная площадка. Да, вот это вообще не о чем. Понимаете, вот это мы забыли вообще. У нас кинологи вообще последние 20 лет. Я могу перечислить, где находится у нас в Пионерской дрессировочная площадка, в Сосновке находится площадка, потом, значит, это Вольгина, это самая у Коли эта площадка. Ну, сейчас, сейчас площадка, которая, ну, Пискаревская, новая площадка, которую завели в муниципальном образовании. И все остальное, это самодеятельность по паркам, по всяким там этим самым закоулкам, где можно нарваться спокойно, как раз вот на... На срыв психики собаки. И на травму проходящего человека, потому что там не огорожена эта площадка. И город ничего не делает по этому поводу, понимаете. Не чешется вообще никак. А именно на площадке, понимаете, вот там можно повести как раз и ту же пропагандистскую деятельность, понимаете, и формировать... Правильное отношение к животному. Раньше же площадок было много, поэтому... Спасибо большое за разговор. Напоследок хочется, пожалуй, сказать только одно. Наше ответственное и человеческое отношение к животным – это признак нашей цивилизованности. С вами была Ольга Николаева. До встречи в области наших интересов. Субтитры создавал DimaTorzok